В настоящее время в мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса. Основной сезон турецких сериалов только начался, но уже под вопросом будущее нескольких проектов из-за болезни членов съемочных групп и популярных актеров. Весной съемки сериалов в Турции были под запретом почти полгода и начало сериального сезона опять под угрозой срыва. Профсоюз сотрудников кино и телевидения сделал официальное заявление, которое было также подтверждено компанией Айя Пим. Во время съемок сериала Netflix «Любовь-102» было обнаружено 8 человек, зараженных коронавирусом при ежедневной обязательной проверке. Заболевание выявлено у пяти сотрудников съемочной группы и не только. Заражены также три актера – Алина Босс, Кубилай Ака и Пек Фелис Языджи. Вся команда была вынуждена пройти повторные обследования. Для того, чтобы обеспечить безопасность всех сотрудников, компания Айя Пим прервала съемки всех своих проектов «Вавилон», «Вслед за огнями», «Звоните моему агенту». Результаты обследований всех сотрудников на коронавирус должны быть известны уже в ближайшее время. Если они будут отрицательны, то работу над сериалами продолжат. Как выяснилось, у работающих над сериалом «Чукур» все тесты были отрицательные, поэтому съемки продолжили, хотя героя Кубилая Ака убрали на время до выздоровления актера. Также прекращена работа над проектом «Марошанец», пока не поправится актриса, исполняющая главную роль Алина Босс. Как оказалось, Алина общалась практически со всеми актерами, задействованными в сериалах АТВ во время съемок рекламного ролика канала. Поэтому группы сериалов «Однажды в Чукурово», «Основание Осман», «Эх, молодость», «Мафия не может править миром» вынуждены будут пройти до обследования на предмет выявления коронавируса. А вот локация съемок проекта «Ветреный» – «Мардин», поэтому для этой съемочной группы угрозы нет. До 10 сентября приостановлены съемки сериала «Новая жизнь» в связи с тем, что ИПЕК Фелис Язэджи снималась одновременно в двух сериалах. Это касается не только ее, ведь многие из популярных актеров и персонала съемочных групп участвуют сразу в двух, иногда даже более проектах. Поэтому проверяют людей, задействованных в создании таких сериалов, как «Мистер Ошибка», «Постучись в мою дверь», «Учитель» и других. Те же, кто подхватил опасный вирус, сообщают, что их самочувствие удовлетворительное и они получают лечение дома. Выходит так, что при несоблюдении должных мер безопасности некоторыми людьми пострадать может весь турецкий шоу-бизнес. Все очень надеются, что принятые меры будут действенными и больше никто не заболеет. Хочется в это верить. Мы будем следить за развитием событий. Подписывайтесь на наш канал.